Ремонт в балетном зале начался полтора месяца назад, рассказывают строители. В помещении уже заменили окна, установили новую систему отопления. Потолок и стены штукатурили и покрасили. Реставрировали колонны и входную дверь. После ремонта в зале обновят освещение и установят новые зеркала. Сейчас устанавливается также вот это, с новыми зеркалами и новым освещением. Освещение, потолочное освещение были как бы реставрированы подвески. И в данный момент только устанавливается. Немного помощнее будет лампа. К Евро-2012 обновят и парадные лестницы. Реконструкция одной из них уже завершена, отмечают строители. На потолке, перилах и стенах восстановили декоративную лепку из сусального золота. А во время работы с этими масками использовали золотую фольгу. Подобное перевоплощение произойдет и со второй парадной лестницей. Работы внутри театра закончат уже на следующей неделе. А с наступлением тепла обещают приступить и к отделке стен с улицы. К Евро-2012 памятник архитектуры обновят и снаружи. Уже весной возле стен здания появятся строительные леса. Кардинальных изменений во внешнем виде не произойдет. Цвет и форма фасада будут неизменны. Во время реконструкции планируют заменить и входные двери. Но несмотря на ремонт, работа в театре не прекращается, рассказывает его художественный руководитель. Здесь по-прежнему проводят репетиции и готовят премьеры. Останавливать рабочий процесс на время ремонта рискованно отмечает Вадим Писарев. Во время прошлой реконструкции театр был закрыт. Из-за отсутствия работы часть труппы уехала за рубеж. Работать за границей в то время пришлось и Вадиму Писареву. Когда театр вообще закрывается на ремонт, творческий процесс прекращается, труппа разбегается. И вот когда театр уже восстановлен, второй вопрос – это кто же будет петь и кто же будет танцевать. Вот это всегда вопрос. Этот раз нас как-то, слава Богу, обходит этот вопрос, поскольку театр ремонтируется, театр функционирует. Однако ремонт в театре Кьевро – лишь начало длительного процесса реконструкции. Это поможет представить культурный уровень Донецка на международной арене. Хотел бы сцену сделать, так как сделал президент Лукашенко в Большом театре в Минске. Значит, там сцена и поднимается, и опускается, и круги в разные стороны, два круга, и оркестровая яма поднимается, опускается. То есть это современный уровень международного театра, как он должен работать. Поэтому это, конечно, облегчает работу устаревших штанкетов, автоматизации и так далее. В областном совете принято решение о подготовке проекта по реконструкции памятника архитектуры. Он и предопределит работу на ближайшие несколько лет. Приблизительный срок их окончания – 2015 год.